Думаешь, бизнес это не для тебя? Слишком сложно? Скажи стоп своим сомнением. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Информационная технология является неотъемлемой частью нашей жизни. Различного рода компьютерная система окружает нас на работе и в быту. Я уже не говорю о том, какую роль сегодня для каждого из нас играет интернет. И сфера IT стремительно развивается, а это значит, что она может стать хорошей площадкой для вашего стартапа. Наш сегодняшний герой, директор фирмы по разработке мобильных игр Владимир Тимошков, поделится собственным опытом создания и ведения бизнеса. И его история, я уверена, будет интересна не только начинающим бизнесменам-айтишникам, но и всем потенциальным предпринимателям. Смотрим, вдохновляемся и получаем полезную информацию. Сегодня нам нужно обсудить, появилась такая интересная задача, как добавление квестов в нашу словесную игру. И нам нужно придумать вариант, как мы это сделаем, как именно мы реализуем, какие именно квесты будет человек проходить и на каких условиях. Меня зовут Владимир Тимошков, и я являюсь соучредителем и директором компании OpenMyGame, игровой студии в городе Гомеле. Когда людям рассказываешь, что ты занимаешься играми, они либо представляют, что это игрульки для детей, либо они представляют, что это игровые автоматы, где мужья сливают всю зарплату. Правда, на самом деле, намного объемнее, и игровая индустрия, она намного шире. Можно на нее вообще посмотреть, как на какое-то развитие, интерактивная медиа. Сначала, например, можно построить была книга, потом театр, потом кино, потом телевидение, и вот как бы пришли игры. Почему они сейчас приобретают популярность? Потому что у каждого человека сейчас в кармане смартфон, а это доступ 24 на 7 к какому-то интерактиву. На данный момент нашей специализацией являются такие умные, развивающие игры. Самая наша известная игра на данный момент — это «Крокодил онлайн». По ней нас узнают на конференциях. Однако больших успехов достигла игра «Найди слова». Она по всем показателям как бы лучше «Крокодила», но она не такая пестрая. Поэтому людям, наверное, проще считать нас создателями «Крокодил онлайн», чем других игр. Когда мы только стартовали, мы начали из глубины. Мы потратили очень много времени на то, чтобы вдоль и поперек изучить мобильный рынок. Мы ставили все игры всех жанров, немножко в них играли, смотрели всякие подборки. Топы самых зарабатывающих, топы самых играющих, во что людям нравится играть, во что не нравится. Тогда мы для себя обнаружили эту нишу словесные и развивающие игры. И мы постоянно изучаем, люди играют, играют как хорошо, что им не нравится, почему они перестают играть, ну и, собственно, из каких стран. Большинство наших пользователей из России, возможно, это связано с тем, что этот рынок мы лучше всего понимаем. Второй по величине рынок — это у нас Европа. Я его так беру огульно, потому что мы поддерживаем большинство европейских языков, и они все приблизительно однородно нас скачивают. Что немцы, что французы, что англичане, у нас все в игре присутствуют. Еще большой был пик у нас успеха в Южной Америке. Так получилось, что когда мы выпустили одну словесную игру, она вышла в очень удачное время, когда на испанском языке было очень мало развивающих игр. И была ситуация, что наше приложение было вторым по скачиванию вообще в этой стране, например, в Аргентине. То есть был первый там Facebook, второй Google какое-нибудь приложение, третий мы. Всю свою осознанную жизнь я интересовался компьютерами и IT-сферой, и всем, что с этим связано. Было интересно, как все внутри работает, как все устроено. Сам я из Жлобинского района, но отучился в Гомельском областном лицее и в Гомельском университете имени Францисса Клорина по специальности программирования. И во время учебы я участвовал в олимпиадном движении сначала как школьник, потом как студент. В этом движении я и познакомился со своими будущими друзьями и партнерами, с которыми мы открыли эту фирму. Я Сергей Вераксич и Руслан Коржик. В 2011 году, когда в Беларуси появились первые смартфоны, мы обратили на это внимание. Конечно же, это нас сильно заинтересовало, что какая-то железка, которую ты можешь держать в руках, и хотелось для нее что-то сделать. Выбор пал сразу же на простую какую-то игрушку, попробуя сделать. Мы ее сделали, первые отзывы получили. Это нас так вдохновило сильно, что мы выпустили порядка 30 просеющих игр. Чтобы сделать то, чем мы занимались делом своей жизни, понятное дело, что нужно где-то зарабатывать деньги. Мы начали рассматривать способы монетизации игровых проектов. Что-то мы зарабатываем, но опять же, это не позволяло нам даже с потерями бросать работу и идти куда-то. Мы тогда это отбросили пока. Ну, типа, нужно сделать сначала хороший проект, а потом мы на нем уже заработаем. И вот этой идеей мы стали жить, делать проект, который поразил бы всех. Так и появилась наша первая успешная игра «Крокодил онлайн». Ей уже 7 лет, и поиграли мне уже более 5 миллионов человек. Но после того, как мы выпустили «Крокодила», у нас было 2 года такого стагнации, затишья. Потому что было непонятно, что делать. Во-первых, у нас была отработка, уходить мы не могли по закону с работы. Однако после того, как прошло время, что мы уже могли спокойно оставить основную работу, мы решили рискнуть. И на тот момент идеальным было решение с индивидуальным предпринимательством. Когда стало понятно, что мы справляемся, наши идеи все подтвердились, что мы можем, и у нас нормально получается, мы зарегистрировали ООО и начали растить команду. Мы опубликовали вакансии где только могли, профессионалов, конечно же, мы не нашли, тех, кто уже этим занимался. И мы решили, что мы будем кадры растить самостоятельно. Мы прошли по школам профильного образования, оставляли свои контакты и резюме, проводили собеседование и набрали первую команду «Человек 7». Так мы просуществовали около года, выпустили несколько проектов. Дальше мы продолжили расти, и на данный момент у нас 16 человек. От идеи до загрузки в магазины приложений, оно все решается у нас в компании. Мы всегда задаем вопрос, играет ли кандидат в какие-нибудь игры или нет. И нормальная человеческая реакция сказать «нет», что я ни во что не играю, я только работаю. Однако в нашем случае всегда это идет немножко в минус. Все наши сотрудники играют в игры, мы даже на каждую неделю выбираем какую-то игру из магазина приложений для того, чтобы посмотреть, как она выглядит и ее обсудить, какие-то, может быть, взять идеи на заметку. Предлагаю на пару минут отвлечься от IT-сферы и посмотреть нашу рубрику «Бизнес-блокнот». Сегодня в ней мы расскажем вам об одном из способов получения стартового капитала на реализацию вашего бизнес-плана. Своим опытом с нами поделится предприниматель Валентин Моисеев. Год назад у меня появилась дочь, я задачился подбором, покупкой постельного белья и различных аксуаров для ребенка. Изучил рынок, посмотрел, что продается в магазинах и понял, что именно полномасштабного магазина, который бы предлагал большой ассортимент продукций, товаров, тканей, их нет. И мы решили занять эту сферу. Определившись со сферой бизнеса, Валентин Моисеев задумался о стартовом капитале. От друзей предпринимателей узнал о безвозмездной государственной субсидии на открытие собственного дела. Воспользовался этой возможностью и сегодня, спустя год. Его бизнес, производство детских текстильных изделий, успешный и прибыльный. Когда я начинал свое дело, первым делом я посмотрел статистику. Статистику рождаемости в Республике Беларусь. В среднем это 150 детей в день. Исходя из этой цифры, можно понять, что спрос на мою продукцию, на мой товар будет всегда. Изначально это было просто бортики и постельное белье. На сегодняшний день это вигвамы, это и сухие бассейны, это и коконы, гнездышки для детей, пледы, конверты. Все то, с чего начинается жизнь ребенка. Благодаря рекламе в соцсетях и отзывам довольных клиентов, заказов с каждым днем все больше делится Валентин Моисеев. А потому в ближайшей перспективе покупка оборудования и расширение производства. А прямо сейчас в рубрике «Бизнес-блокнот» личный опыт и пошаговая инструкция. Первым делом человек должен быть официально нетрудоустроен. Второй момент – нужно стать на бирже труда. После постановки на бирже труда нужно начинать писать бизнес-план. Определенную методическую литературу работники выдают. После окончания написания бизнес-плана собирается комиссия. В моем случае было человек восемь, которые бурно обсуждали мой бизнес-план. После этой беседы пригласили и сказали, бизнес-план одобрен или нет. В моем случае его одобрили. После этого я получил субсидию. И за эти деньги мне в течение трех месяцев нужно было считаться. Последний этап – это необходимость работы в качестве индивидуального предпринимателя не меньше одного года. С уплатами всех помогок. В 2019 году запланировано выделить субсидии для организации предпринимательской деятельности 90 безработным гомельчанам. На эти цели предусмотрено выделить 190 тысяч белорусских рублей. В 2018 году такую субсидию получили 85 человек. Из организовавших собственное дело в 2018 году 21 человек не участвовали в финансировании государственных расходов. В пуковые желания открыть собственное дело мы приглашаем к нам, где будет вам оказана финансовая и методическая помощь. Субсидия предоставляется в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. На сегодня эта сумма составляет 2356 рублей. Набросали первичный баланс первых тысяч уровней и работали коэффициенты сложности игровых механик. Игра появляется в голове у геймдизайнера. Геймдизайнер, не стоит путать, это не человек, который рисует. Геймдизайнер – это человек, который думает, о чем будет игра. Рисует – это просто графический дизайнер, ну, либо просто дизайнер. Вот. У геймдизайнера появляется задумка. Он знает, как, что должно взаимодействовать в игре. С этой идеей он собирает команду. Там будет программист, дизайнер, тестировщик, маркетолог. И они вместе планируют, в какой путь должна игра пройти к выпуску. Получается атмосфера дружеская и креативная. Потому что из-под палки в нашей сфере вообще ничего невозможно. И если не создавать комфортные условия работы, когда никто тебя сильно не заставит ничего делать, но одновременно с этим ты сам понимаешь, что ты должен развиваться, и продукт твоей деятельности должен быть самого высокого качества, вот это самая сложная задача, на самом деле, которая стоит перед руководителем – это создать такую атмосферу. Процесс. Видите, все в синяках. Пойдем смотреть, дэнфинка не вышла. Компания Владимира Тимошкова находится на территории Гомельского технопарка. Самое время узнать о том, какие преимущества получают местные резиденты и что такое технопарк по-гомельски. Гомельский технопарк – субъект инновационной инфраструктуры Республики Беларусь и представляет собой классическую модель европейского технопарка. Для его резидентов созданы благоприятные условия для ведения бизнеса – льготная арендная ставка, особый налоговый режим, предоставление комплекса консультационных и рекламно-информационных услуг. Важными направлениями деятельности технопарка также являются поддержка инновационного предпринимательства, создание условий для развития стартап-движения, сотрудничество с вузами и работа с одаренной молодежью. Сегодня очень важно для тех, кто имеет какие-либо свои идеи, проекты, бизнес-идеи, важна именно возможность представить их перед тем, как начать приступить к их реализации. Технопарк – это одна из площадок, где встречаются все заинтересованы в бизнес-процессе – и носители идей, и своего рода менторы, возможно, инвесторы, да и просто эксперты, которые готовы подсказать начинающему бизнесмену, как правильно делать первые шаги. У нас запланирован целый ряд мероприятий в формате стартап-школы, начиная с февраля и практически до июня месяца. Поэтому приглашаю следить за нашими анонсами и принимать активное участие в этих мероприятиях. С чего начинается регистрация в технопарке? Ну, во-первых, у вас должна быть бизнес-идея. Вы должны кристально четко понимать, чего вы хотите добиться, и желательно со сроками. После того, как ваша бизнес-идея выкристаллизовалась, вы можете начать планировать, потому что для регистрации в технопарке вам нужен бизнес-план. Как в ближайшие несколько лет вы будете развиваться? Откуда вы будете брать деньги? Откуда вы будете находить трудовые ресурсы? Где вы будете находить людей? Все это необходимо очень хорошо понимать. После вашего обращения в технопарк вам предоставят все необходимые обланки и формы, которые нужно заполнить. Их совершенно небольшое количество, и, по сути, здесь основа — это ваш бизнес-проект. После заполнения всех необходимых документов ваша заявка попадает на рассмотрение. Ее нужно будет защитить. Это такая апробация вашей бизнес-идеи. Если все в порядке, то вы получаете статус президента и можете вселяться и заниматься развитием своего проекта. Говоря об этой сфере, нужно упомянуть, насколько она разнообразная. Мы занимаемся мобильной разработкой игр. А есть и другие сферы. Кем бы вы ни были, студентом, либо работающим сотрудником, вам стоит пробовать свои силы. Вы можете поддаваться на стартап-конкурсы, чтобы сформировать свою команду, либо же после работы опробовать, создавать какие-то маленькие версии того, чего вы хотите достичь. Благо, в IT это достаточно просто, потому что основной ресурс, который тратится, — это время. И если у вас есть необходимые навыки, вы можете потратить свое время, чтобы проверить идею. И когда наступит время, ваше время, вы можете начинать. Это была мотивация от молодого успешного предпринимателя Владимира Тимошкова. От себя добавлю, помните, каждый новый день — это масса возможностей, важно лишь уметь их рассмотреть. С вами была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин